Угод малой родимы, городский поселок Брагин, набуден новый выгляд. Причем разговор идти об комплексе работ. От доброго породкования улиц до будовництва жилья и реконструкции объектов культуры и спорта. Отповедное решение принял старшиня Гомельска-Габлова-Канкама Владимир Дворник. С планами ознайомился наш корреспондент Олег Сентюров. Историчный парадокс. Днем народжения Брагина лечится дата, когда этот населенный пункт был разборный и частково знищенный. Отбылась эта падея в 1147 году, дякуючи тому, что Брагине в першине нагадали у Ипатевским детопису. У его истории в углу было шмат драматичных сторонок у Томнику-Чарноборская авария, после которой с поселка выехало 5 тысяч человек. Для сравнения, сейчас тут проживало крыху больше 3,5 тысячи человек. Прекрасный народ здесь жил. Вы знаете, коренной, неприезжий. Все друг друга знали, кто были сватами, кто кумавьями, родственниками. У нас, в частности, один парень, он живет в Гомеле, но он сам отсюда родом Гилевский. Он 10 лет составляет свою родословную. И вот мы с ним держим связь, и он говорил, уже пол Брагина, пол Брагина, он нашел родственников своих. Представляете? Упасля Чарноборской истории Брагина был период, когда его плановали полностью оселить, а все будинки поховать. По этой причине притяглый час тут не проводили никаких работ ни по подавництве новых объектов, ни по развитию и снуючей инфраструктуры. Ситуация начала изменяться только в середине 2000-х, а ли полностью привести городский поселок у Налечный стан оказался совсем непросто. Запланирована реконструкция станции без железа, установка нового фильтрующих элементов, где качество воды будет улучшено. Также модернизация котельной, где будет современное оборудование установлено, и изменение схемы теплооснабжения, будет работать одна котельная, городской поселок Брагин. То есть выводится эксплуатация однокотельная, экономия средств. В Кончатково планы по проведению Брагина в парадах еще не затверждены. По некоторых объектах могут уносятся коррективы, а ли в целом решение принятое. Сегодня городский поселок изменится кардинально. Як чекается масштабная работа тут по 60 недель в месяц. На стадоене, например, зробить штучное покрытие, а центральную площадь первоутворить у пешеходную. Районный дом культуры зачинить на капитальный ремонт. У будинку не проводился никаких работ, а мать 50 годов. И еще одна задача запланованных первоутворением – выращение жилевой проблемы. Сегодня-то в Брагинском районе планируется побудовать 6 тысяч квадратных метров жилья. Для поравнания – это утрея больше, чем было летость. Таким членом будет практически выращена проблема с обеспечением жилем шмадетных семей, у детей-сирот и молодых специалистов. Зараз у района их застается 70%. Теперь эта лечба будет наповедно больше. Невеликая колькость молоди у структуры населенияства Брагинщины – одна из головных демографичных проблем. Хоть назвать ситуацию катастрофичной так само не льго. Сегодня у Брагинской детишей школе мастерства и ее филиалах займается май 160 детей. Это соправдыты линовитые дети. Только в минулом году они привезли из региональных и республиканских конкурсов и фестивалю 14 дипломов, практически половых за первые места. Для невеликого населенного пункта это весьма значное достигнение, якими тут гонорация. Самая великая проблема у тем, что практически весь час основания установы займаться приходился у процессованных помешканьях. Новый научальный год тут в Ужестие плануете почать во властном будинку. 1 сентября откроем новое здание и войдем в школу, в новые двери. И я думаю, что обеспечение обучения на высшем уровне и на качественном уровне – это тоже зависит не только от учителей, но еще от условий, в которых они обучаются. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, Телерату компания «Гомель» с Брагином.